Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если давно ждал рубрику Самая быстрая машина в Брик Рикс Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Чиэнтони И сегодня у нас будет рубрика, которую мы давно не снимали И это самая быстрая машина в Брик Рикс Привет всем, господа хорошие! Слушай, ребята, в последнее время очень-очень мало хороших машин в мастерской Поэтому мы нашли то, что нашли И покажем, в принципе, вам новиночки, которые более-менее быстро катаются Посмотрим, что из этого всего можно сделать Да, ребят, мы, в общем, выбрали по 4 машины каждому И посмотрим, какие машины, в общем-то, победят сегодня И мы, кстати, не знаем, какая у друг друга машина Это будет битва, так сказать, постройщик, да? Да-да, что это за Давыдов? Это что? Это, в общем-то, McLaren GTR Да, ну слушай, смотрится неплохо Типа, обтекаемая форма, все дела, спойлеры А у меня, короче, не садчик GTR Ага, я понял Интересно, какая машина из этих покажет высокую скорость? Ты как думаешь? Да не знаю, в принципе, опи должны Но максималка у кого, конечно, получше будет Нет, и прям ставь 100 баксов, 300, 200 Не поставлю бабки Я не уверен на этой тачке Короче, давай Я готов, в принципе Я тоже Поехали Так, ты чуть-чуть раньше поехал, но у тебя она быстрее Да, у тебя быстрее обороты набирает она Окей Обороты-то набирает, но скорость что-то она ни хера не набирает Но у меня, короче, 250 уже есть У меня 280 Да? У меня 280, 290 Братан, я тебя обгоню сейчас 297 Эээ, какого хера? 298 Братан, ты у меня врезался Я никуда врезался-то? Эээ, ты у меня летаешь над железной дорогой А у себя я и еду, братан Нормально Короче, максималка 297 у меня, все, не больше, не меньше А у меня 298 Ха-ха-ха-ха Ну, короче, на 1 километр в час он только будет быстрее 1 километр в час зарешал, ребятки, вы представляете? Смотрите, как мы едем синхронно А чего у тебя с бензином? А я не знаю Ну, сколько там снизу осталось в баке? Примерно так Ну, у меня, короче, милипустика там одна только прошла А я не понимаю Ха-ха-ха-ха Водитель от бога так Нихера себе он дрифтит, он даже не переворачивается Слушай, ну все, да, час 98 это максималка Давай попробуем я поворачивать Господи, фига дрифток Да-да-да-да-да У меня прямо на бок обшла, короче Вообще, создано для дрифта Давай-давай, разбивай свою тачку Нельзя им, короче, выживать Вау, нихера сесть под себя, братан Слушай, это все, это полицейские погони на дрифт-тачках На дрифт-тачках, это мы потом уже снимем Ну, а сейчас перейдем к следующим нашим тачкам Потому что эти машины показали скорость не такую высокую, как хотелось бы Да-да-да, ребята, погнали А, ну что ж, ребята, второй заезд И у нас, смотри, переделанная Тесла на турбодвижке Охереть Это твоя вот эта? Мы, короче, снимали как в серии Нет, это моя Тесла Нет, мы, короче, снимали, нашли машину И вот эта именно Тесла у меня была Но она была не турбирована, она была просто обычная А вот сейчас у тебя какой-то новый вариант ее А, ну да, здесь турбины две стоят Но, в общем, такая она довольно-таки прикольная Тесла, и посмотрим, сколько же она все-таки выжмет А у тебя что за тачка? У меня синий банан какой-то, я не знаю Банан? Ты сам как банан, и у тебя рот как банан, посмотри Короче, я поехал Нихера-то там Слышь! Погнали, брат Вот что значит, реактивный движок просто против обычных турбированных Да-да-да, ну давай, выжимай максимальную скорость А сколько у тебя там уже? У меня 800, 900 Нихера себе! Ты серьезно? Да Нормально Не, мой банан ей 454 максимум 454? Да, 456, вот все Ооо, ну это точно банан, слушай И все, и минус топливо Топливо просто улетает прям на глазах Не, ну Тесла, кстати, она тоже не это У меня тоже бензинчик улетает И она максимум набирает 994, 5, вот так вот где-то Ну нормально, я зато красивую разбивушку показал У меня просто от машины ничего не осталось, господи Да, 995, вот она выжила Это максималка ее, по-моему Ну неплохо, неплохо А я, короче, после жесткой аварии остался в живых Чем меня сейчас тоже начну поворот Поворачиваю Да, пошла, пошла Ого, она полетела Полетела, Тесла куда? Летающая Тесла, представляешь? Восстанови тачку, втопи по прямой Восстановил Тащи Тащи Этот батат, короче, создан для того, чтобы, походу, переграждать путь другим машинам Думалось, слушай, вылетели мы ни хера себе Красиво, красиво, разбивушка прям от души Ребята, пишите в комментариях, что думаете Вот такие две машины Тесла, кстати, она и стоковая В принципе, когда я ее находил, была не очень даже хорошая Ну да, да Ребятки, пишите в комментариях, какая машина вам понравилась Ну а мы переходим к третьим тачкам Друзья, продолжаем наши гоночки и, в общем-то, давайте посмотрим, что у нас за новенькие машины. Юрич, расскажи, что это такое? Ребята, думаю, что те, кто играет в GTA 5, уже узнали этот байк, это новый опрессор, который был недавно добавлен. И, кстати, хочу сказать, что этот ховер сделал очень прикольно, вот реально офигенно. Да, ну, в общем, мы на ховерах решили прокатиться третий заезд у нас и посмотреть, насколько они быстрые, да? У тебя машина какая-то, да? Мальбора. У меня Мальбора, у меня Формула 1 ховер. Марл Боро. Ну, естественно, нельзя писать Мальборо, но они вот написали Марл Боро. Да. Короче, ребята, давайте просто посмотрим, на что он способен, и я полетел. Я тоже полетел за тобой, брат, за тобой. Летающая ховер-лошадка у меня. Смотри, у меня даже передач нет, у меня просто N стоит. Да-да-да, у меня тоже нет передач, но в этом, в принципе, и плюс ховеров, то есть они могут разогнать максимальную скорость, какую ты хочешь. Просто вот так медленно, не спеша, вот так вот летя куда-то по своим делам. Не, ну сделано охеренно, я думаю, что любители GTA 5 уже прожали лайк, потому что реально эпично. Да-да-да, ну а давай смотреть на скорость, что у тебя показывают там на спидометре? 850. Нихера себе. А ты что-то где-то там вообще отстал. А у меня походу бензин заканчивается, он что-то у меня падать начинает. Серьезно? Да. Он у меня вообще взлетел какого-то хера. А у меня просто минус одно деление только бензина, то есть я так пролететь еще могу минут пять, наверное. Я не знаю, что у меня случилось, но он у меня начал падать, короче. И на отметке где-то 650 км в час. Ну такое себе. Ну я еще раз запустил его, сейчас посмотрим. Давай-давай. А кстати, мой ховер довольно-таки легко управляется, то есть без каких-либо проблем. Ну знаешь, на нем страшно, то есть я сейчас вот лечу под 100, а 1150, и такое ощущение, как будто если он сейчас заденет землю, то это все, его просто сотрет. Да-да-да. Как на терке. Ну вот я сейчас 600 почти разогнал, но сейчас я чувствую, он начнет болтыхаться. О-о-о, эпилепсика, пламенный привет. Денис, 700 есть. 700, но это хорошо, слушай. Ну да, все, он начинает об землю биться. А-а-а, ну да, он же это типа волной идет, прыгает, лягушка. Да-да, все. И полетел, и полетел. Ну где-то 750 км в час он выжил, в принципе, неплохо. Автор моего ховера постарался хорошо, то есть он не бьется, он как раз где-то там буквально в 10 сантиметрах от земли отпрыгивает дальше. И кстати, 1300, да. Ну 1300 это очень хороший результат, это можно сказать рекорд сегодняшнего заезда. Да, но еще карта даже не закончила, где она там? Вон я вроде вижу концовку, сейчас посмотрим, сколько он до конца карты разгонит. А прикинь, он сейчас в воздухе полетит просто в космос, вот так уже не падает никуда. Вот это было бы эпично. Да, реально. Я, кстати, никогда не тестировал ховеры в открытом космосе, вот это интересно. Не, он набирает, прикинь, у него скорость падает, но он каждый раз, когда падает, где-то плюс 2, плюс 3 км в час прибавляет. 1449 вот так что было. Интересно, кстати, интересно, очень интересно сделано. Да, но мой ховер пока, вот я еще раз его тестирую, но он на отметке 650 начинает волной идти. Так, ну я развернусь, попробую. Я вылетел откуда. Я вижу, что... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Забыли про бессмертие, но слушай. Бум! Просто на кабинет без бессмертия, я сейчас даже попробую пролететь. Так что-то я... Не, я наоборот с бессмертием хочу пролететь. Ну ты тогда, я-то уже летал. Смотри-ка и молчи, да, друзья, сиди. Вот, кикер-бабюра. Я-я-я-то и не скрывал, как бы. Так ты нам бы подсказал, что надо бессмертие опознать. О-кей, окей, окей. Слушай, а вообще не летит без бессмертия? Ну вот именно, что не летит без бессмертия. Хотя нет. Я посмотрю, что наша машина покажет без бессмертия. Да, он не летит без бессмертия. Я прикинул, ударяется, короче, пузом о пол. Я понял. Ну вот и у меня так же ударяется. Нашли минус. Но он 400-500 разогнал, конечно. Вот сейчас, смотри, вот у меня скорость 750-кетов в час, я спокойно лечу. Вообще даже не мутыхают. Да-да-да-да-да-да. У ховеров, короче, значит, есть свой косяк. Короче, я где-то 700 разогнал вроде без бессмертия. Ну вот, а я 750 без бессмертия. Ух ты, нихера себе, вот это было красиво. А я сейчас уже 900, смотри, еду. Ну значит, он так же будет и лететь, пока беден не закончится. А-ха-ха-ха-ха. 150 сейчас. Короче, ребята, напишите в комментариях, что думаете. Вот такие ховеры. Очень прикольно, очень интересно. Это что-то новое все равно. И думаю, что заслуживает лайков. Друзья, в общем, продолжаем мы наш заезд и финалочка, ребятки. Как всегда, в финале у нас участвуют саночки. Да-да-да. Ну у тебя не станки, у тебя вообще, не знаю, у тебя просто эти движки одни. Чисто-чисто, знаешь, так собрал их просто на ходу, короче. Я поехал. На скотче, походу. А у меня что-то похожее, блин, на одну из старых машин. Она переделана как-то, она черная. То есть, все равно на свой лад сделано. Ну, ребят, две детальушки добавлены, а остальное все двигатели. То же самое. Поехали, давай. Расконяйте свою руку. Господи. А я этот стерся об землю. Ты все объездил? Бессмертие включу. Красава, красава. Господи. Эпилексин камни смотреть. Ну да. Ну, кстати, у меня довольно-таки медленно. Нахераси. Охренеть. Все, карта закончилась. Нормально. У меня, короче, кое-как разогнал три с половиной. Три с половиной? Просто, что это за санки у тебя там? А что, у тебя медленнее? У тебя вообще быстро должен быть. Нет, у тебя очень медленно. Ну, медленно, медленно, да. У меня-то за 35 тысяч. 5 тысяч где-то едет. Ну, нормально. То есть, такая средняя тачка. Зато не колышется ничего. А у меня до конца карты просто не колышется едет. Окей. Ну, да. Мы подобные, как у тебя машины, тоже тестировали. Блин, господи, такое разбытие добавили. Да, кстати, я вижу это разбытие. Прям нереально. 34 тысячи километров в час. 6-700 закончился бенз. Ну, нормально, слушай. 6-700 это уже хороший результат. До конца карты даже не доехал вам. Да. Но все же, все же финалистом, победителем стала машина Санки. Санки-двигатели. Санки-двигатели. Да, Санки-двигатели. 34 тысячи километров в час. Ну, 35 тысяч можно округлить, в принципе. Там они почти набрали. Да. Я все, полетел в черную дыру. Заслуженно. Нормально. Наконец-то доехал. Короче, ребята, вот такая серия. Самые быстрые машины в Лего Брик Рикс. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Предлагайте свои постройки, если они у вас есть. И, конечно же, оценивайте то, что мы вам уже показали. Да, ребятки. И всем до скорой встречи. Пока-пока. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok